Эскейп! Эскейп, товарищ, эскейп! They will come to fuck us! Oh, fuck! Итак, мне выпала честь поиграть в этот мод. Он охватывает временной промежуток с 1789 по 1815 год. В моде заявлены следующие нации. Великобритания, Французская империя, Австрийская империя, Пруссия, Российская империя, Османская империя и, возможно, некоторые другие. Дата релиза мода пока что не определена. Также у меня есть замечательная новость для фанатов одиночной кампании. Мод планируют и ее. В игре будет собственная сюжетная линия, однако, вероятно, без глобальной карты. Действа будут происходить через конкретные сюжетные сцены. Любопытненько, как это будет выглядеть. Скачать мод на данный момент нельзя. Он находится в стадии закрытого бета-тестирования. В общем, Sword and Muscat это развивающийся однопользовательский и многопользовательский мод для Баннерлорд. Действия которого происходят во времена Французской революции, революционных войн и наполеоновских войн. К одиночной игре будет добавлен раздел многопользовательской игры. И первая цель разработчиков выпустить именно многопользовательскую игру. Люди в сообществе уже давно мечтают об альтернативе наполеоновских войн в Баннерлорд. Разрабы хотят воплотить эту мечту в жизнь. Помню, как я играл в наполеоновские войны еще во времена первой части Mountain Blade. Если мне не изменяет память, там даже можно было строить укрепления за специальный класс инженера. Всякие мешки с песком, передвижение пушек, для эффективного обслуживания которых был необходим целый артиллерийский расчет. Помню и барабанщиков, поднимающих боевой дух различными ритмами на выбор. В первой части, кажется, максимальная численность была порядка 200 человек на сервере. По 100 в каждой из команд. Отдельная тема прицеливания. Это не ультра-современное и точное оружие, поэтому попадать хедшотами будет гораздо сложнее из-за разброса. Особенно это сказывается на дистанции. Я даже включил в настройках отображение трассера снаряда, чтобы лучше понимать, куда целиться. Хотя, в игре есть отдельный класс, который целится точнее, но у него другой минус – отсутствие штыка. И, соответственно, он наносит гораздо меньше урона в случае ближнего контакта с врагом. Особо радует разрушаемость зданий. Их можно уничтожать и проделывать неочевидные проходы в них не только с помощью артиллерии, но и с помощью ручного труда. Да, правда, выбивание двери вручную или разрушение стены даже у группы солдат займет гораздо больше времени, чем у артиллерии. Единственное, это меня, конечно, напрягает, необходимость держать прямолинейный строй. По сути, вас расстреливают, как в тире. Вы просто стоите и палите друг в друга на удачу. Но зато исторично. Впрочем, жесткие построения касаются, в первую очередь, всяких официальных кланов. А на обычных серверах, полагаю, будет гораздо больше свободы передвижения и можно будет кемперить, обходить, фланговать и так далее. Вот стоишь ты в таком строю и ощущаешь всю ценность и одновременно ничтожность человеческой жизни. Попадет в тебя снаряд или же пронесет, и он попадет в того, кто сбоку от тебя. По тому небольшому опыту, что я усвоил за всего лишь два раза, когда играл в закрытый тест, я вывел для себя следующие рекомендации. Во-первых, из-за очевидного разброса в прицеливании, враги стараются прежде всего стрелять в центр построения. Оно и логично. Так больше шансов, что даже при отклонении пули она в кого-нибудь да попадет. Поэтому гораздо больше шансов выжить у тех, кто стоит с краю. Моя хат, с краю ничего не знаю. Так что, когда дорветесь до игры, чтобы не слечь в первых рядах, можете типа сделать вид, что завязываете шнурки или типа того. Чуть отстали, и таким образом вы станете где-то ближе к концу. Чур мое место не занимать. У меня шнурки китайские. Вообще постоянно развязываются, что делается. В тесте были как большие карты, так и городские, уже всем известные по классическому мультиплееру в Баннерлорде. Большая карта в пустыне как раз хорошо подойдет для массовых битв не только с артиллерией, но и с кавалерией. А вот карта городского типа весьма динамична и для небольшого числа людей. Лично мне она понравилась больше всего, городская карта. По ощущениям это идеальное сочетание динамики. Не слишком быстрый, но и не слишком медленный. А также возможности для обхода, фланговых атак, кемперства и так далее. Перезарядка оружия происходит очень долго. Поэтому любителям Counter-Strike на бешеных скоростях вряд ли понравится. Реализм, однако. Хитбоксы в Баннерлорде работают. Это означает, что скин вашего персонажа, увеличенный из-за, например, слишком большого головного убора, может увеличивать шансы на то, что в вас попадут снарядом. Поэтому, если это работает именно так, то в случае, если вы не играете по жесткой дисциплине с кланами, лучше выбирать миниатюрные, малоприметные модельки с минимумом всякой мишуры. Также, видимо, размер персонажа здесь уже однозначно будет иметь смысл уменьшать. Разве что вы не будете играть за кавалерию. Хотя и там будут варианты, так как, возможно, например, драгуну будет иметь смысл иметь маленький рост. Просто в классическом мультиплеере всадникам делали максимальный рост, чтобы удобнее было вблизи пику засаживать в голову. Да и высокие пехотинцы так достают дальше размахом рук, чем низкорослые. В общем, время покажет. Возможно, разработчики сделают пустые места в скинах и по факту все они будут иметь одинаковые хитбоксы. Что ж, я задал этот вопрос разработчику и он подтвердил. Хитбоксы действительно влияют и работают именно так, как я описал. Так что берите скины поменьше. Также я спросил касаемо одиночной кампании. Так вот, по словам разработчика, одиночная кампания будет строго следовать истории. Одиночная кампания будет включать в себя игру на стороне Наполеона. Также, возможно, будут включены миссии, связанные с Кутузовым на стороне русских. То есть, возможно, нас будет перекидывать за различных солдат в те или иные конкретные исторические события битвы. Кампания будет исключительно исторической. Что ж, это очень любопытно. Получается, мы побываем как на стороне проигравших, так и на стороне победителей. Сможем примерить себя в различных исторических баталиях. Также я спросил у разработчика, есть ли разница в навыках между рядовым и сержантом. Разработчик сказал, что оба класса будут стандартными. То есть, разницы не будет. Но это еще в процессе настройки калибровки. Если так и будет, то сержанты будут исключительно визуальной приблудой или отличительным свойством, которое будет интересно в первую очередь на клановых битвах. Кто лайк и коммент молодец, а видосику конец.